Инициатором создания предприятия является Людмила Щербакова. Она проживает в Москве, работает на фармацевтическом рынке более 20 лет. Ее основной бизнес – импорт фармацевтического сырья и поставка его для переработки российским предприятиям. Идея организовать собственное производство возникла у Людмилы Щербаковой давно. Она захотела выпускать лекарственные препараты, которые не производятся в России. Сейчас это называется импортозамещением. Мы искали площадку, где можно разместиться. В это время была запущена программа организации фармацевтических кластеров. И волей судеб мы нашли участок земли, федеральный и муниципальный, который располагался недалеко от комбината «Синтез». И это была хорошая площадка для организации фармацевтического кластера в Кургане. Экономический кризис замедлил реализацию грандиозного проекта, но после получения поддержки со стороны федеральных и региональных властей его завершение ускорилось. Будущих потребителей наверняка заинтересует вопрос цены препаратов Вилфарма. Дешевле они будут зарубежных аналогов или дороже? Руководство предприятия об этом подумало зарадие. Мы сотрудничаем с передовым китайским предприятием, где закупили оборудование соответствующим мировому уровню, но при этом по цене существенно более конкурентным. Мы безусловно думаем, что наши препараты будут абсолютно конкурентными, по цене доступными. На первое время штат предприятия составит чуть более 200 человек. В дальнейшем он увеличится. Кадры приглашают из других регионов и с удовольствием рассматривают заявки курганцев. В Вилфарме трудится много специалистов, которые пришли не из фармацевтической отрасли. Механики и энергетики это универсалы. Они востребованы на любом производстве, в том числе в фармацевтике. Мы очень ждем молодежь, и к нам уже приходят молодые люди, которых мы берем просто на обучение. Несмотря на то, что они не имеют профессионального образования, но мы имеем такую программу, что основные рабочие специальности мы все-таки будем обучать самостоятельно, плюс направлять на стажировку на передовые предприятия России. Первоначально объем инвестиций планировался в размере 1 миллиард 200 миллионов рублей. В связи с изменением курса валют он увеличился в полтора раза. Окончательная стоимость проекта – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Конечно, курганцев интересует, как будет складываться отношение Вилфарма с другим местным фармацевтическим предприятием – комбинатом медицинских препаратов «Синтез». Безусловно, мы не планируем пересекаться по номенклатуре, мы не планируем создавать какие-то проблемы своему уважаемому соседу. Я думаю, что это, скорее всего, новые возможности и для синтеза, и для нас в какой-то кооперации, в поиске каких-то совместных проектов. Зауральские власти считают, что открытие Вилфарма создает предпосылки для развития фармацевтической отрасли в нашем регионе. Областное правительство намерено реализовать программу подготовки фармацевтов в Зауралье. Предположительное место обучения – Курганский Госуниверситет. Данный проект является частью фармкластера. Кластерный принцип подразумевает технологические цепочки. Мы до этого еще не дошли, но формирование участников кластера – это для нас основополагающий процесс. Подготовка в достаточном количестве нам позволит не только обеспечить эти предприятия, но и привлечь дополнительные структуры, заинтересовать размещение своих фармацевтических производств в Кургане. Если в Кургане появится глобальный кластер по фарме, я думаю, это будет большая заслуга нас всех.